здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры ну насколько вы уже поняли из названия данного видео из картинки с которой она стартует мы с вами займемся анализом достаточно многочисленного числа статей ссылки на которые вы мне присылаете но прежде чем перейти к анализу данных новых статей я хочу вернуться к одному из моих предыдущих роликов и кое-что дополнить точнее сказать поправить ролик назывался россиянин об ахмеде мишеле рф тире армения иран тире сепаратизм ну все название я зачитывать не буду она достаточно большое так было много тем которые мы с вами обсуждали в данную нам видео я затрагивал речь как вы можете прочитать речь шла об ахмеде мишеле о легендарном представители нашего народа человеке который стал героем франции тем не менее вернулся на родину говоря о нем в своем предыдущем видео как я сказал я скажем так оговорился назвав его позывным скажем так другого ярчайшего представителя азербайджанского народа михайла настоящее имя которого мехти гусейн задэ ну что я могу сказать честно говоря это оговорка могла бы быть крайне интересно если армянство как-либо прореагировала бы на нее тем более учитывая насколько внимательно и дотошно представители армянство следят за моими видео цепляясь каждому слову даже жак опечатки в названии видео вы все помните прекрасно опечатку в отношении сумга это но в данном случае они промолчали и это говорит о многом ну что ж впрочем не будем скажем так долго разглагольствовать единственное что я еще раз хочу извиниться за данную оговорку оговорка была вызвана тем что за день до этого я уже посвящал видео мехти гусейну славному представителю не менее славному представитель азербайджанского народа ну а теперь давайте с вами перейдем непосредственно к анализу новых статей ссылки на которые вы мне присылаете ну что ж и вот первая из них кстати анонс касательно данной статьи касательно данной новости я уже делал когда проводил прямой эфир навальный завалил армянский план симонян потеряла должность интересно дорогие друзья о чем же здесь говорится симонян маргарита симонян мечтала скажем так подогнуть под себя первый канал который входит в сеть именно в сеть газпром медиа и несмотря на многочисленных скажем так и и сторонников из армянского лобби и из армянских лоббистов и не удалось захватить первый канал я не буду зачитывать кто занял руководящую должность потому что не это главное главное то что в россии видимо что-то происходит крайне интересное и если давайте я вам напомню некоторые аспекты которые меня больше всего интересуют зачистки в российской генпрокуратуре раз то что россия впервые заговорила некоторые во всяком случае российские сми четко заговорили о сумгаицких событиях и событиях в карабахе и о мягко говоря негативном на деяниях со стороны армянство в отношении данных преступных событий кроме этого россия четко заявила что крайне негативно относятся гироализации нжд как в армении так и среди армян проживающих в россии раньше это не наблюдалось видимо действительно россия меняется и те кто старается с этим спорить на мой взгляд не правы с чем связаны на изменения в российском скажем так характере в российском к если так можно сказать умозаключениях в отношении закавказья я бы сказал заключается это в банальной в банальности россии надоедает кормить тех кто ее грабит россии надоедает кормить тех кто идет вопреки истинной истории российского государства и российских интересов это действительно чудо что россия вовремя опомнилась не дав армянству полностью сесть на шею и как такового понятия россия кстати в дальнейшем я еще вернусь в данной теме к теме того как армения тихой сапой все еще пытается скажем так усидеться на шее российского государства но об этом чуть позже вначале я хочу прокомментировать ответ одного армянского оппонента до просмотров у него мало по данным видео тем не менее мне хотелось бы сказать пару слов значит данная личность попыталась ответить на мои за и на мое видео в отношении кому преступника убийцы террориста вора который занимался воровством вместе с такой личностью как сталин в начале его скажем так молодых лет вот я бы так выразился во времена их бурной молодости обоих этих кавычках личностей хотя сталин пожалуй все таки личность и он доказал это со временем а вот кому остался банальным бандитом пытаясь каким-то образом объявить кому один из представителя армянства решил поставить к себе на канал ролик который был фрагмент точнее сказать из видео как который был на ртр планета на канале ртр планета но он не обратил внимание на один аспект крайне важный аспект многие так или иначе с оба с раболепством говорили о кому учитывая что большинство российских каналов и российских сми находится под армянством это неудивительно но один момент правды все-таки скользнул даже на российском канале когда перечисляли тех людей кто хвалил кто посвящал оды бандиту и террористу кому там было имя крайне интересной личности от арбекяна кто же такой от арбекян от арбекян геворг от арбекян если бы точнее сказать убийца русских генералов человек который не щадил как белых русских генералов так и большевиков которые были не согласны в общем так с теми или иными проявлениями кремля в те годы 20-х годов при этом он любил часто сам принимать прямое участие в убийствах любил рубить головы людям тупым тупой сабли затупленной сабли вы можете себе это представить чтобы человек мучился подольше страшно крайне страшно он не щадил также и своих же армян поэтому на месте армянского оппонента я бы внимательнейшим образом прослушал свой же ролик и обратил бы внимание на аторбекова прежде чем загружать этот ролик к себе на канал то есть надо было в начале прослушать и проанализировать каждую личность которые хвалили кому кем был сталин в двадцатые годы в особенности в 1905 году кем были остальные в кавычках личности которые хвалили кому кем они являлись но он решил тут же ответить не думая я не люблю такие знаете фразы как попал в лужу но здесь по-другому я просто не могу высказаться не получается единственное что хотелось бы сказать когда аторбеках хвалил кому мне это напомнило почему-то русскую басню за что же не боясь греха кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку что то есть в этом согласитесь баснет конечно же это басня крылова кукушка и петух ну что ж на этом пожалуй с данным видео все я сказал все что хотел переходим к следующей статье а вирусная дипломатия ирана становится загадочной статью написал станислав тарасов арнанский лоббист выходец из баку что же меня заинтересовало в данной статье прежде всего станислав тарасов старался завуалировать то ли действительно до конца не понял что в общем то так называемый коронавирус это действительно деяние рук американских биолабораторий основной удар от этих от этого действа пришелся на китай и иран в отношении китая америка рассчитывала этим своеобразным био взрывом сократить рост китайской экономики но добилась обратного эффекта в китае стали происходить объединяющие действия иран начал объединяться даже те личности которые боролись за смену власти в иране начали скажем так объединяться с властями спасая свой народ свою страну в отношении же ирана америке удалось добиться того к чему она стремилась сломать так называемую иранскую гордыню сломать так называемые иранские власти то есть мул если все называть своими именами иран сломался в данной статье станислава тарасова об этом как раз таки и говорится иран вынужден был обратиться в мвф о оказании поддержки иранской экономики в связи с пандемии коронавируса также иран обратился непосредственно к соединенным штатам америки о снятии санкций а в отношении ирана он заявил что иначе он не сможет сдержать разрастание пандемии коронавируса в иране намекая на то что коронавирус вот эта пандемия коронавируса может еще больше разраст еще больше разрастаясь может сильнее ударить по странам среднего востока ближнего востока прошу прощения а также по неволе со временем еще больше отразиться в негативном плане в европе и сша частично прислушались к этому заявлению они начали смягчать санкции в основном в отношении иранского банка что же мне хочется сказать связи с этим но прежде всего я знаю что сейчас некоторые скажут камран если удар был рассчитан только на эти два государства то причем здесь европа и причем здесь соединенные штаты америки где в общем-то коронавирус тоже уже превращается в пандемию а в некоторых странах европы по это уже проявление данного вируса можно сравнить уже чуть ли не с чумой что же я хочу сказать в связи с этим прежде всего америка не рассчитывала что этот то вирусная атака выйдет за пределы тех территорий на которые она была рассчитана это первое второе но воспользоваться скажем так в кавычках урожаем америка конечно я думаю что не упустит что же за урожай прежде всего америка указал европе кто в доме хозяин ибо европа несмотря на все свое процветание крайне условное не сможет в одиночку справиться с данной пин пандемии с данной громадной глобальной проблемой тем самым сша лишний раз привязывать европу к себе в отношении того что коронавирус вырвался уже и в сша но здесь именно напрямую надо озвучить то что я уже говорил сша не рассчитывала на то что данный вирус вырвется за пределы как минимум европы до европы она рассчитывала даже европ даже что европа пострадает я больше чем уверен сша понимала но она предполагала что ей удастся остановить разрастание данного вируса на свои скажем так проникновение данного вируса на свою территорию но что имеем то имеем как говорилось в одном советском еще мультфильме акела промахнулся как то так дорогие друзья данную статью я в общем то тоже проанализировал приступаем к следующей статье ереван который надо снести или нет данную статью не стоит даже читать ее достаточно смотреть потому что здесь указаны многочисленные фотографии свидетельствующие о том какой бедственной ситуации оказалась армения посмотрите на эти фотографии при этом статья вышла 2 марта 2020 года это процветающая так называемая армения как вам домики этого мало давайте опустим тесниже вот кстати это хорошо посмотреть и некоторым условным азербайджанцам которые показывали мусорку в баку при этом мусор мы назовем так ящики здесь нет здесь нету вообще мусорных ящиков здесь мусор просто лежит зачем тратится вот напоминает худшие советские годы не так ли давайте опустим здесь еще ниже вот при этом это практически центр вот я знаю что некоторые скажут что в баку такое еще имеет место быть на далеких окраинах и это практически такого ужаса уже практически нет вы посмотрите какие пристройки прямо на крыше вот тоже это видимо пристройка именно конкретно вот на крыше вот тоже картина маслом вот посмотрите знаете когда я смотрю на эти фотографии но это более-менее еще дальше даже идти не надо вы сами потом посмотрите и на скажем так и на всем этом ужасном фоне прямо можно сказать спина к спине находятся виллы и какие виллы для этого но прежде чем поговорим о виллах посмотрите сюда армянская церковь непонятное я даже не знаю как это назвать здание помещение в котором живут люди вот непонятно что и на фоне этого ужаса и разрухи как я сказал вот мусорка находится следующая картинка вилл и богатство вот домик офисный центр наверное а по бокам нищета с этой стороны уже начинаются видимо нищие дома но давайте опустим тесь ниже вот вилла как говорится в шаговой доступности живут бедные армяне вот как вам такое дорогие наши соседи вот мусор который лежит не в мусорных котлах а прямо на улице это опять таки намек некоторым условным азербайджанцам ну что ж дальше пожалуй не пойдем а перейдемте к следующей статье армяне пытаются доминировать над россиянами проплаченный рейтинг о чем же говорится в данной статье ну по названию вы уже поняли что в начале и прежде всего в ней говорится о некоем проплаченном рейтинге рейтинг проходил в городе москве составлялся в городе москве рейтинг проводился который носил название лучшие молодые топ менеджеры москвы как вы думаете представители какой нации стали являться центровыми фигурами данного рейтинга что интересно это были не русские а именно представители армянства рафаэл абрамян который возглавляет с 2019 года группу рамблер гроуп кстати вспомните яндекс захвачен представителем армянства рамблер захвачен представителем армянства многочисленные российские телеканалы захвачены представителями армянства у меня нет слов дальше второй фигурой рейтингов списка стал декан факультета управления и политики НГИМО Генри Сардарян кстати в дальнейшем мы о нем с вами поговорим три еще одна фигура которая вошла в данный список является сооснователь компании Убанк Феликс Хачатриан а где же россияне в этом списке вопрос интересный также многочисленных этих скажем так проплаченных топах вошли такие личности армянской национальности как Елизавета Гайказян директор генеральный директор мегафона Геворг Вармишан и профессор Сколковского института науки и технологии Артем Аганов В качестве примера того как армянство продвигает своих свои личности представителей своего народа на контрольные должности в России в данной статье пишется о Генри Сардаряне что что особого в этом парне ну давайте приступим давайте поговорим о нем и начнем с этого момента достаточно привести в пример историю успеха одного из самых выдающихся в кавычках молодых россиян Генри Сардаряне в сентябре 2016 года он был назначен на должность директора международного института управления МГИМО 4 года назад это так к слову до назначения на эту должность предки Генри Сардарян занимал пост заместителя руководства МИУ головокружительная карьера Генри Сардаряна началась поступление в международный институт управления МГИМО у или при МИД России в 15-ти летнем возрасте интересно разумеется как вы понимаете весь этот всплеск карьеры вся эта карьера жизнь делалась на связях его отца Тиграна Сардаряна старшего в 29 лет в 29 лет данный дипломат в кавычках стал самым молодым деканом факультета в кузнице дипломатических кадров России подождите в 29-ти летнем возрасте откуда у него был опыт дипломатической работы вопрос крайне интересный но если все бы жиждилось только на его в кавычках сделанной им самим в кавычках карьере но нет интересно другое интересно что МИД России закрыл глаза на следующий факт крайне интересный о чем же я говорю спросите вы ну так вот сейчас я вам освещу этот момент сейчас мне нужно найти это место вот оно в 2010 году в отношении тиграна сардаряна имеется ввиду отца так называемого героя данной статьи было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупных размерах сам же сардарян старший так и не понесший наказание за обкраденные дывания россиян на время залег на дно но ненадолго уже в 2012 году он стал единственным владельцем моссов моссов был промстроя а в 2014 году вывернул в качестве начальника девятого отдела государственного надзора московской области знаете как говорилось чуть выше в данной статье данную информацию корреспондент то пришлось буквально выцарапывать так как сейчас происходит затирание всех негативных событий происходят которых участвовала семья данного героя интересно а куда же смотрел мид продвигая данного молодого человека делая ему карьеру закрывая глаза на преступные деяния отца этого молодого человека думаю что министр иностранных дел просто напросто пожалел своего соплеменника конечно же пожалел в кавычках просто прикрыл я очень надеюсь что за теми зачистками которые начались в прокуратуре российской федерации за теми синдромами которые стали происходить в отношении выборов представителей армянства в главы крупных медиакомпаний в качестве газпром в качестве примера приведу газпром все таки и в отношении мида российского мида будет наведен порядок и лавров как минимум не сможет в дальнейшем крышевать представителей армянства как то так дорогие друзья потому что картинка крайне угрожающая согласитесь переходим к следующей статье мы скоро заканчиваем данное видео в москве задержан экс замглава следственного комитета армении как пишется в данной статье за что же он был задержан давайте прочтемте бывший заместитель руководителя СК армении Вааген Вааген Арутюнян объявленный в розыск по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года задержан в Москве что же он такое сделал спросят многие из вас просто напросто он заменил патроны используемые армии армении на патроны которые используются МВД армении интересно прежде всего интересно зачем это было сделано чтобы обелить так называемых героев так называемого Карабаха или для того чтобы усложнить хотя и вяло но идущее к тому времени расследование касательно теракта совершенного в армянском парламенте вопросы интересные вопросы крайне интересные я не буду сейчас зачитывать всю статью но мне хочется сказать задать только один вопрос о каком единстве идет речь если представителям вашего же народа полностью ну скажем так не до простых армян если они готовы укрывать убийц собственного народа и вот тому ярчайший пример ведь он смог сбежать еще к тому же из Армении то есть ему кто-то еще и помог то есть не только он такой плохой вопросы крайне интересные поэтому прежде чем судить другие народы надо иногда смотреть собственное отражение в зеркале насколько оно изменилось при тех или иных обстоятельствах не запачкалось ли оно как то так и последняя статья о которой я хочу с вами поговорить вот вот эта статья ее я зачитывать не буду я просто хочу вам ее показать тем из вас кто интересуется историей да, множество фактов здесь искажены но статья крайне обширная здесь постарались с одной стороны вроде бы выставлять героями с другой стороны почему-то в статье говорится о том что тюрки ограбили обманули Россию в чем же обман если несколько раз прямо в этой же статье говорится о том что тюрки строили в чем же обман в связи с чем меня не удивляет что данная статья вышла в Египте потому что как вы знаете Египет Сирия Ливан очень тесно связано с армянскими радикалами которые крайне отрицательно это мягко выражаясь относятся ко всему что созвучно слову турок они крайне негативно относятся ко всем народам которые имеют хотя бы маломальское отношение к тюркам и данная статья хотя и старается как-то показать свое независимое мнение в отношении армянства тем не менее во многом имеет следы которые четко ведут именно к армянству прочтите данную статью она крайне интересна а на этом пожалуй я уже закончу данное видео единственное что хочется сказать что сегодня постараюсь сделать также арт-обстрел то есть видео серия арт-обстрел к сожалению видео из серии говорит азербайджан я не знаю получится или нет навряд ли это скорее всего я сделаю завтра никак не получается как-то систематизировать выпуски видео из данных двух скажем так видео серий но надеюсь что это со временем получится что же еще сегодня обязательно на это уже по-любому будет прямой эфир я же хочу пожелать всем мирного неба над головой побольше улыбок а армянству поменьше следить за нами а побольше смотреть в собственное отражение как то так дорогие друзья всем до свидания всем пока всегда ваш Сиидов Камран